Комфортная городская среда. Как часто нам приходилось видеть объекты, что были благоустроены по федеральной программе и чье качество, мягко говоря, было неудовлетворительным. Именно для того, чтобы такого не повторялось впредь, была собрана встреча с главами муниципальных субъектов. Спикером от Народного фронта стала Юлия Иренкова. Основная проблема начинается в первую очередь, конечно, с отсутствием проектирования, потому что проекты создаются на удалении от территории, не проводится ни геологические изыскания, ни привязки к местности. В Забайкальском крае есть такая практика, когда заказывается проект у проектировщиков из другого региона, которые даже не приезжают на территорию сюда. То есть они даже просто ногами не проходят территорию, которую собираются благоустраивать. В нашем крае большинство проектов по благоустройству территории делаются людьми из других регионов. И проекты эти чаще всего типовые, готовые решения, не учитывающие особенности мест, в которых все это будет реализовываться. Кстати, всем известный и самый яркий пример – парк угольщиков, где не был разработан дендроплан и не были привлечены специалисты по озеленению. Это привело к тому, что теперь в болотистой местности растет лишь камыш и доживают свои последние дни тополя. Дальше – отсутствие строительного контроля, вследствие чего объекты быстро приходят в ненадлежащее состояние – тоже немаловажная часть провальной реализации федеральной программы. На начальной стадии в обязательном порядке должна проводиться работа с ресурсниками. Это яркий пример, ну, в районах поменьше таких примеров, конечно, но в столице края, в городе Чте – это основная проблема. Когда мы начинаем, у нас один проект, потом у нас возникают вопросы, связанные с ТГК, водоканалом и всем остальными вопросами. И, к сожалению, в той части даже не просто благоустройство и строительство дорог и всего остального, у нас потом возникают вопросы, что согласованной работы не были, одни сделали, другие тут же раскопали, либо знают, что изношенные сети, у нас отремонтированный объект, и через полгода все провалилось под лоб. Данная проблема касается не только благоустройства территорий, но и ремонта дорог. Недавние раскопки ТГК-14 на Украинском бульваре, аналогичная ситуация на Бабушкино. Список долгий. Под угрозу раскопок попал и сквер в Антипихе, за который жители долгое время боролись. Там вопрос стал ребром – либо сквер, либо отопление. Между тем, речи глав районов, собравшихся на заседании по КГС, больше были похожи на отговорки и призыв к незамедлительной жалости в их адрес. Я бы еще хотел обратить внимание, коллеги, понятно, что проект – это основа, это фундамент, на котором строится любой проект. Но есть еще, много факторов зависит, еще раз я хочу обратить внимание, на качество стройматериала. Бордюр поставили, дождь прошел, мальчик пятилетний пнул его один раз, и он начал сыпаться и в песок превращаться. Вот здесь, конечно, по качеству стройматериалов, ну, глава не сможет определить качество. Ну, что оно будет, молотком по каждому бордюру стучать, или еще что-то. Вот здесь, мне кажется, что должна быть какая-то структура, нет у меня точного такого рецепта, но должна быть какая-то структура, которая бы все-таки помогала нам вот с этими явлениями бороться. Вообще, контроль качества строительных материалов осуществляется в процессе строительно-монтажных работ спецлабораториями, инженерно-техническими работниками, непосредственно руководящими производством, представителями заказчика, инструктирующими организациями, а также сотрудниками учреждений, осуществляющими авторский надзор за выполнением проекта. И происходит это по инициативе застройщика или автора проектной документации. Невозможно поверить в то, что в целом в крае нет ни одной организации из вышеперечисленных, что могли бы исполнить такой надзор. Нет специалистов, что могли бы изучить проектную документацию и договор на выполнение работ. Нет инспекторов, что контролируют строительство. Мы сейчас не говорим о том, что проектные организации должны быть из-за Байкальского края. Они должны, пусть это будет проектная организация из Краснодарского края, но специалисты этой организации должны приехать на эту территорию. В этом случае мы, закладывая такие условия в аукционе, мы, во-первых, страхуем себя, во-вторых, отсекаем тех, кто хочет просто заработать деньги, впарив нам просто какой-то уже готовый проект. В итоге пришли к тому, что нужно изучать и перенимать успешные практики центральных и соседних регионов и призвали Народный фронт осуществлять стройконтроль на объектах. А вот предложение от главы Шилкинского района составить методическую программу для работы по благоустройству звучит как минимум странно. Давайте тогда вот с учетом опыта, о чем сейчас вот коллеги с Народного фронта сказали, может быть, вы как-то уже в рабочем порядке, какую-то методичку действительно, вот вы говорите сейчас о некоторых вещах, вот я сейчас себе просто воспринимаю это, да, действительно, вот какие-то моменты мы, наверное, выпускаем. Опять же, возвращаясь к тому, что в крае якобы нет кадров, специализирующихся на строительстве и его контроле. По сути, сейчас общественники выручают бедных забайкальских чиновников, но здесь как никогда идеально подходит всем известная поговорка про танцора. Сегодняшняя встреча, она какие-то результаты, думаете, даст в ближайший период? Ну, во-первых, мы услышали обратную связь с главами администрации, это первое, вот. Кроме этого, конечно, мы запротоколировали все, что сегодня было, какие прозвучали предложения, вот. На сегодняшний день мы отработаем с ассоциацией и будем уже дальше пытаться решить эти вопросы в правительстве, уже внедряя те предложения, которые были выделены, а также озвучивая те проблемы, в том числе финансирование последующего обслуживания территорий, выделение дополнительных ставок, проектирование территорий, то есть те горячие вопросы, которые были заданы, будем стараться отрабатывать с Минстроем, с главами муниципальных образований, ну, в целом, с правительством Заповедского края. Иван Батырев, Павел Карпов и Иван Корнев, ЗАПТВ.